Просматривая свежую почту, я увидел сообщение настолько удивительное, что поначалу даже не поверил своим глазам. Затем подумалось, что в пустыне Намиб должно быть внезапно выпал снег. Но, когда мне захотелось посмотреть на эти слова в оригинале, то там меня ждало разочарование. Радиотехник оказался недостаточно смелым, чтобы оставить в целости комментарии под своим вторым видеороликом о страшном вреде микроволновок. Те из комментаторов, кто успел прочитать слова автора до того, как он их стер, обрадовались, мол, не так уж и плох этот уважаемый эксперт, если может признать свои ошибки. Нет, ребята, по-моему, вы рано радуетесь. Я, конечно, с вами согласен в той части, когда вы говорите, что не только лишь все независимые мыслители способны на подобное признание. Это действительно так. Однако это еще не прогресс. Это просто один маленький шаг на долгом пути. И ситуация может развиваться так, что будет сделан следующий шаг, а потом еще один и еще. И радиотехник все-таки пересмотрит свои убеждения, поняв, что они основаны на ошибочных предпосылках. Но ведь видео о невероятной опасности СВЧ-печей осталось на месте. Просто он стер под ним все комментарии и, похоже, забанил некоторых комментировавших, так и не извинившись за свое изначальное хамство. Плюс то, что радиотехник пишет лишь о признании слабости каких-то аргументов, а не об ущербности изначального тезиса. Все это говорит нам о том, что более вероятен другой исход. Вместо движения вперед он упрется, мол, «Мне лучше знать, ведь я в пиджаке, в очках и у меня в руках указка». И начнет с усиленным энтузиазмом искать другие аргументы, более лучшие, чтобы только натянуть их на свой нарратив, оставив его священное сияние нетронутым. Так что продолжению быть. И уже совсем скоро. Готовьтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова